Тут должно стоять. Да, если собака бежит, надо стоять. Как вкопанный. Правильно говоришь. 10 февраля, суббота. Ой, красотенья. Народ гуляет. И мы тоже решили прогуляться. Банан упал. Зачем ты его выбросил? Ты выбросил его? Так, вот это. На, держи. Так, давай, прекрасно. Вот, сегодня был хороший день. Бананы не взяла в глазу, потому что ты можешь скользнуться. Конечно, да, наш человек. Бриллиантовая рука, мы помним. Не знает этот фильм? Да я это одену. Нет, 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 не кричи. Мы потом, я... Джарик, послушай меня внимательно. Он хочет одеть фонарик на себя. Так, осторожно, не подходи. Джарик, не подходи. Это искорка попадет, прожгет. Вот и курточку, и тело. Не надо, не подходи, не подходи. Все. Так, пойдем к океану, подойдем. Народ гуляет. Какие-то тусовки. Мне кажется, это русскоязычные. Ну, я, в смысле, не занимаюсь, что это русскоязычные. Как бы в тот раз была группа, русскоязычная группа. И фейсбука. Я лучше коксу, нельзя плодать. Да. Все знаешь. Осторожно, Джарик, не откнись. Вон какой этот странный. Смотри, дым или это песок, так. Дым, да? А, это вот отсюда идет. Так, что я хотела сказать. Вот, сегодня был прекрасный день. Мы с ним сходили в церковь с утра. Вот, все так нормально. Там у нас детская субботняя школа. Позанимались, сделали какие-то аппликации. Потом у нас была проповедь. Потом мы поехали. Все, дома покушали. И вот сейчас уже стемнело, мы поехали. Сделали покупки. Здесь как раз недалеко есть. Хороший. Что? Ой, только смотри, песок, пожалуйста, Джарик. У нас обувь неподходящая для песка. Обувь неподходящая для песка. Лучше бы мы одели сапоги. Да, лучше бы сапоги одели. Что-то я совсем забыла, что мы идем с тобой в океану. Вот. И... Да, между прочим... Это же моя яма! Яма! Так. Вот. И, короче, денечек был у нас. Представляете, 10 февраля. Я сейчас посмотрела. Да. Я посмотрела сегодня 10 февраля. 14-го день влюбленных. Вот это все. И как бы я думаю, ничего себе, какая погода-то. Фил, вот этот вот сурок, Фил, он обещал хорошую весну нам. Раннюю весну. Ой, горе! Что? Кофе из песка. Кофе вкусное. Кофе? Это он. Или оно. Теперь уже говорят разрешено оно. Попей, попей. Кофе. Нет, нет, нет. Я понимаю. Давай, ладно, пройдем. Только не загребай песок, хорошо? Песок не загребай. Договорились? Вот. Значит, этот сурок Фил пенсильванский обещал хорошую нам раннюю весну. И, в общем, короче, мы на это рассчитываем. Очень-очень-очень-очень-очень. Очень бы хотелось. Вон, посмотрите. Какая красота. Уже хочется весны. Ты где, Джаред? Там в песке играется. Так. Фараковый. Завтра, если все нормально, если мы все нормально проснемся. Посмотри, я нам кофе варил на лесу. Все, я поняла. Завтра, если все нормально, и мы хорошо встанем и поедем, съездим в ватер-парк. В ватер-парк давно мы не были. А у нас получается вот этот абонемент декабрь, январь и февраль. Осталось на февраль-то тут две недельки и все. Там где-то до конца февраля. Так что вот так вот планируем, планируем, посмотрим. Давно не были. Последний раз, когда мы были... Ой, энтузиасты бегают. Последний раз, когда мы были, такая была там, такой был морозильник, чуть теплая. Джакузи. Джакузи просто как парное молоко было. Ну и, соответственно, и сам бассейн, и там воздух был. Мы просто с ним добежали до машины. Мы еще всегда куртки оставляем. Теперь я не буду куртку оставлять, буду куртку с собой брать. Куртки оставляем, пока мы добежали от двери до машины. У нас просто закоченело все. Очень было холодно. Мы будем потеплее одеваться. Вот так вот. Вот это молодежь, молодежь забралась. Там есть такая дырочка. Вот им море по колено. Раз. Сигак, сигак. Сейчас что-нибудь буду делать. Сигак. Раз, он ее поднимет. Ой, молодежь. Погода хорошая, так они сразу это... Мама, почему они так делают? Ну почему они так делают? Молодо, зелено. Ну вот они там забрались, видите. Там маленькая лазейка есть через железяку. Вот подростки. Так, ну что? Пойдемте, танканчик. Я пока еще песка набила. Ну давай, набирай песок. Так. Ой, нет, 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 мы идем, Джаред, мы идем. Посмотрите, какой я купила ему хорошую штуковину. Вот впереди... Не надо... Подожди, тут три функции. Раз. Вот так, фонарь. Все, сзади светится. Вот я не надоела на площадках в темноте смотреть, где он бегает. Я купила ему такую китайскую штуку. Вот. Впереди фонарик, он может мерцать. Он может это... Все, пошли жарить, за мной. За мной. Все, идем. Вот, и я сразу вижу, где он на площадке в темноте. И надо, когда гуляем, ты не нажимай на другую функцию, чтобы... Я понял, что здесь я сломала эту кнопку, отвалилась она. А, да, кнопочка там отваливалась, поэтому аккуратно. Это где печь. Да, для этого. Смотри, я сделаю функции вот так. Я могу вниз и наверх. Да, да, все, ты можешь. Я буду вниз, чтобы смотреть. Да, трансформация, как он сказал мне. Трансформация. Такое слово ни с того, ни с сего сказал. Так, все, тише. Идем спокойно, Джаред. Так, хорошо. Гуляем. Дышим морским воздухом. Смешанным с воздухом. Такого печеного мяса. Мама, я тебя вожу в путь. Ты мне освещаешь путь. Отлично. Где фонарь слежи? Где фонарь мой? Я иду, где фонарь. Хорошо. Так. Пойдем посмотрим, есть ли там энтузиасты. Хотя сейчас еще где-то полшестого, наверное. Не так времени-то много. Но есть ли энтузиасты у нас на площадке? Так, народу полно. Очень хорошо. Капюшон можешь вниз немножко. Ну вот, прекрасно. Мне в темноте видно. Видите, здесь как не очень освещено. И всегда думаешь, где он. Вот этот фонарик здоровый. Вот он. Я его вижу. Видно по сверкающим этим ботиночкам. И по фонарику. Прекрасно. Видите, погода хорошая. И молодежь сразу, сразу это выползает. Посидеть, погулять, потусоваться. Вы знаете, столько у меня есть всего, чего рассказать. Но я как-то не хочу. Не хочу делиться пока. И мир такой злой, я бы сказала. Такой жестокий. Люди такие жестокие, злые. Поэтому я не хочу делиться. Потом когда-нибудь я вам расскажу. У нас такая богатая событиями была осень. И зима. И начало, скажем так, уже почти весеннего периода. Что у меня такой богатейший накопился опыт. Такой богатейший материал накопился. Что, наверное, тут у нас многие пишут книги. Хорошо известные люди в узком кругу. Что мне, наверное, тоже надо будет потом писать книгу. Потом, потом. Но я все протоколирую. Я все записываю себе. Я так приучена. Особенно, если какие-то важные события. Я все-все себе записываю. У меня это называется трекинг. Здесь сижу на лавочке. А тебя прекрасно видно. Здорово. Так здорово с фонариком. Шикарно. Просто шикарно. Просто шикарно. Вот. Мой пожарник идет. Мой пожарничек. Да. Мам, ну смотри. Ну-ка, давай еще разочек. Давай еще разочек. Что это? Что это такое? Пар, ты говоришь? Да, чуть-чуть пал идет. Пар с брызгами. Так что я хотела сказать. Вы знаете, вот эти события показали мне еще раз, в очередной раз, который происходит сейчас, вот, как мы все, и дети, и взрослые, как на нас легко вообще влияет, как сказать-то, вот, то есть, мы как бы, вроде как, независимые люди, да, мы, мы как бы, ой, как сказать, как сказать, мы, особенно, все, сформулирую, подождите. Вот, как бы, главная идея, мы разные с разными людьми, мы разные с разными людьми, понимаете? То есть, с одной стороны, мы вроде бы как сами по себе, мы независимые, особенно, допустим, взрослые люди, мы сами по себе, мы независимые, нас как бы никто не должен влиять. Но, не зря, как бы, вот, Адам переводится как глина, да, не столько земля, сколько что-то такое мягкое, глина. И вот, как бы, из нас лепит, окружение нас все-таки формирует. С одними людьми мы такие, с другими людьми мы такие, да, а дети, они вообще все чувствуют, они все чувствуют. И вот, знаете, надо, допустим, даже вот, ну, как-то вот мужчины, вот они очень-очень, с разными женщинами, они разные. И, допустим, там одна женщина рассказывает, там, ну, бывшая рассказывает, там, нынешней жене, там, да, он такой ужасный, да, 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 да. Она говорит, да вообще, ты мне рассказываешь про другого человека, да, вот. И действительно, так оно и есть, что иногда при хорошей женщине мужчина может стать другим. Но я не говорю, там, про каких-то там уже патологических личностей, которые только и хотят, чтобы, там, абьюзеры, вот эти все нарциссы и прочее, да, с которыми и женщина-то станет, ужасный. Я говорю про нормальных мужчин, там, неотёсанных, скажем, да, чербанов железных. Они могут при хорошей женщине очень даже оттесаться. И очень даже это. Но я настолько вот по Джариту вижу, что вот он, как на него сильно влияют другие люди. Ну вот приходится, надо сражаться. Вот приходится просто сражаться за него. И даже как-то вот мысли, он даже как-то мысли людей читает. Он прямо как-то мгновенно вот может... Я пошла к дантисту, да, пошла к дантисту с ним, и он с ним сразу начал говорить, 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 говорить. Трещать на все темы. Заинтересовался вообще, что он там делает. У меня пломба выскочила. Вот. И он с ним стал разговаривать, и стал смотреть. И как это так? И, короче, вот этот врач, этот Александр, он, значит, ну, как бы так к нему терпеливо отнёсся. Вот. И я думаю, ничего себе. У него никакого страха, никаких комплексов нету, чтобы поговорить вот с этим врачом. И говорю ему, ну, знаете, вот дети идут здесь в 5 лет, а он говорит, в 4, говорит, идут. Я говорю, да, вот в 4 года в Америке идут дети в школу, да, в 4-5. Ну, рано, рано. И я ему говорю, ну, мы-то с вами шли в 7, а он говорит, а я пошёл вообще, говорит, в 8. Он на ябрьский, он говорит, я вообще пошёл в 8. Я говорю, ну вот, вы пошли в 8, и вы стали человеком, и вы стали дантистом, хорошо обеспеченным человеком, который хорошо зарабатывает здесь, да, в Америке. Ну, почему надо детей вот в 4-5 отправлять в школу, где их прогибают ужасно, прогибают ужасно и прочее, прочее, прочее. Ну, как-то некоторые нормально всё, да, там они как-то в свои 4-5 хорошо адаптируются, им ничего не страшно. А другим всё страшно. Здание большое, и всё большое, и они не могут понять, и ничего не могут понять. И как бы я так почитала в интернете, жизнь заставила, я почитала очень у многих, очень у многих колоссальные проблемы, когда дети идут в киндергаден. Ну, сейчас пристегну. Ну, как-то там что-то оторвалось у него. Пусть хотя бы передний работает. Передний, это надо, да, перекрутить надо там вообще. Вот, так что, понимаете, вот это такое вот, такие мои размышления на сегодняшний день. Голова идёт кругом. Конечно. Да, и вот я почитала в интернете, там очень много, ну, не знаю, как в России, когда дети всё-таки идут в 6, иногда в 7. Но американцы все жалуются, не все дети легко адаптируются в 5 в школе. Вообще не адаптируются. Я вспоминаю себя, там в средней группе мы были. В 6 мы пошли в подготовительную, в 7 мы пошли в школу. И то было как-то, казалось, рано. А тут в 5, в 5. В общем, у нас много-много чего происходит, но рассказать не могу. Не могу рассказать много. Не хочу всякие недоброжелатели и прочее. Такие мои размышления на сегодняшний день. Да, и пошли плавать мы с ним. Вот как-то сокер у нас мы проходили сентябрь-октябрь, где-то ещё ноябрь захватили. А потом что-то мы стали с ним кашлять. Кстати, о кашле. Где он? Вон. Ой, с этим. Вот. И, короче, это... Походить, что ли? Так, пакетик у нас тут с моей шапкой. Вот. И как-то, значит, очень сильно мы кашляли с ним. Вот прямо... Я посчитала, ну, я не знаю, месяцев 5 я кашляла. И он уже... Я уже... Я три раза пропила антибиотики. Три раза. Три раза. Вот. И что я только не пила? Какие только я сиропы не пила? Какие только я вообще трава там себе не заваривала? И многие так вот долго-долго нудно кашляли. И уже главное всё проходит, и потом где-то там в глубине, в глубине ложишься спать, и в глубине какой-то такой хруст или бульканье. Два раза делала рентген. Ну, по первому рентгену врач сказал, что, может быть, это была вот эта вот атипичная пневмония, которую переносишь на ногах. Но нет, не атипичная. Уокин. Уокин пневмония, она сказала. По первому, говорит, это похоже, что Уокин пневмония. Это как раз я в декабре делала. Тут как раз праздники, Christmas break, вот это всё. И они потом мне стали звонить. Звонишь, обязательно пришла. Вот этот рентген ей не понравился. Но потом я сделала ещё один. Она мне выписала антибиотики, я пропила, потом я сделала ещё один рентген, и вроде как ничего. Бульканье, там глубоко в глубине раздаётся какое-то ужасное бульканье. Как будто ты ходишь по снегу. Какой-то такой типа хруст. И это где-то очень-очень глубоко в глубине. И когда только спать ложишься, когда горизонтальное положение принимаешь. И такой вот ещё, когда кот мой мурлычет, у него такое какое-то там глубинное, вот это, приём, говорит, как слышно, глубинное какое-то вот это вот, такое внутри там в лёгких. И вот это вот у меня оставалось очень долго. Очень долго. Но второй рентген как бы показал, что нормально. Вот. Ну, короче, видите, что происходит. Так вот, что я говорила-то? Мысль-то какая-то по древу растеклась. Вспомнила. Так вот, и вот на этой как раз-то вот, как раз-то вот этот был разгар вот этих кашель, но мы с ним отходили, отходили с этим сокером. Но потом, я всё-таки решила, потом мы стали вот ездить вот в этот вотер-парк, мы весь декабрь ездили, в конце ноября мы начали ездить. И он там стал вот этих вот, ну, мы же с ним плаваем, каждое лето мы с ним очень много плаваем, очень много. Каждый выходной мы на океане. И он плавал с крылышками, такие на руках, достаточно уверенно. Вот. А там, значит, обязательно требование, что должен быть жилет. И вот с этим жилетом он нырял, и до пола, до этого, пола в бассейне касался, всего-всего-всего, Джаред. Вот. И потом, значит, мы с ним вот стали, я записала его, да, и вот мы весь, конец, с конца ноября, ноябрь, конца ноября, декабрь, январь, февраль, я взяла вот этот вотер-парк. Так, простите. Значит, взял этот фонарь и ходит с ним. Прием, как слышно. Ходит по всему этому и говорит, прием, как слышно. Видите? Вас не слышно, говорит. Играет в этого, в охранник. Где, где? Где они? Кого ищешь? Кого ищешь, прием! Ну, я с мальчиками разговаривал, они хотели догонялки, но я хочу плетки. Я их ищу. Они побежали туда. Никаких пряток, никаких догонялок. Я прятки с ним играю. Вот. И, значит, вот в этом, как бы я, ну, видела, что он, как бы, очень способный к плаванию и решила записать его в бассейн. Вот на второй уже раз, на второй урок, там же никаких этих нет, ни жилетов, ни крылышек, никаких ничего. На второй раз он уже поплыл. Он уже самостоятельно пропыл там 2 метра. Вот. А на третий он уже просто плюхнулся с бортика, спрыгнул с бортика и поплыл. От этого, от борта до борта. Здесь бассейн переплыл. Но рядом был тренер. Но я просто поразилась, как он уверенно поплыл. Вот. Так что я думаю, что мы, наверное, все-таки сейчас, в дальний момент, будем акцент делать на плавании. Потому что это пригодится. Мы живем на океане. Мы с ним любим проводить на океане много времени. Вот. Поэтому вот так вот. Вот. Ходит, сам с кем-то разговаривает. Он нашел как-то, в песке нашел рацию. Кто-то потерял, видать, из этих, которые убираются, или которые охранники. С этой рации он носился не знаю сколько, месяца два он носился с этой рации. Каждый день. Все, он себя видит уже. Он себя видит уже деловым человеком. Ходит, ходит. Арина! Забери Мирю! Вот такие дела. Вот такие дела. Как у вас дела? Пишите. Какая у вас погода? Где вы живете? У нас очень много приехал народу. Вот. Просто Нью-Йорк наполняется людьми. Ну, как бы, еще наш Бруклин-то ничего. А не знаю, как там. Очень много эмигрантов. Со всех стран. Со всех языков и народов. Все едут к нам. Несется. Я упомяну. Несется. Вот. Так что, большое движение народов по всему миру. Кто-то едет, наверное, и в Россию, кто-то едет из России. Я думаю. Ну, кстати, сейчас многие, конечно, уезжают, уезжают больше. Раньше это было вот такое, как бы, как бы, такая иммиграция, иммиграция были. То есть, кто-то ехал из ближайших, там, 15 республик в Россию, да. Ну, не 15, там, из таких нескольких республик ехали, мигранты, да. Кто-то уезжал. Например, вообще, не знаю, даже эти, по-моему, из Таджикистана, Узбекистана, все. Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. Мне кажется, они тоже не едут уже. Боятся, что загребут их и отправят в места известные. Вот. Ну, хорошо. Так немножечко вышло в эфир. Редко делаю видео. Я очень-очень-очень замотанная, замотанная. Очень. И выходные, и в будни. Вот. В будни тоже постоянно на телефоне, на телефоне, на телефоне. И работать же надо. И работаешь, и параллельно там еще звонки у меня всякие. В общем, вот так вот. Ну, надеюсь, что, как бы, придет какое-то... Как бы, придет более... Вот это стрессовое время уйдет. Более будет... Больше будет релакса. Вот, уже командует. Вот, видите, где-то он командует, а где-то он настолько замыкается, стесняется и просто уходит в какую-то свою пещеру. Вот это я хотела сказать, что даже вот я вижу по нем, вижу я по нем, что где-то он активный такой, вот, лидерские замашки. Но как легко, как легко его, вот ребенка, да, пятилетнего, как его легко подавить. Очень легко, вы знаете. Не только его, я сейчас говорю про Джарю, потому что это на моих глазах происходит, да, происходило. Я надеюсь, что в прошедшем времени я боролась как тигрица за него. Вот, но как легко подавить вообще любого, любого человека, маленького, большого. Как легко вообще, ну... Вот, как легко сделать так, что ребенок становится в пещере в какой-то, сидит в какой-то пещере психологической, эмоционально-психологической пещере. То есть он может быть смелым, он может быть с лидерскими замашками, он может быть с кучей талантов, способностей. Но как легко, как легко вот человека вообще задавить. Взрослого, маленького, без разницы, подростка, кого угодно, молодого, старого, очень легко. Вот об этом я хотела немножко сказать сегодня в своем размышлении. Ну все, пока-пока. Пишите, что вы думаете на эту тему. Вы тоже же, наверное, с разными людьми, вы разные, правильно? Конечно, как бы хочется быть целостным человеком и быть собой во всех обстоятельствах. Вот у меня всегда было стремление. Мне хотелось быть всегда собой. Вот всегда собой. Мне как-то вот не нравилось, когда надо про кого-то прогинаться, вот говорят, люди должны быть гибкими, то-се. Вот как-то вот надо какую-то маску надевать, играть. Вот, ну да, можно там где-то там, да, как-то такой проявить какую-то гибкость и вырабатывать уже с разными людьми, как бы разные. Вот моя кокер такая вот на работе. Я просто поражаюсь, как она вот, какая, как она вот это вот у него ловко получается. Она вроде как и остается сама собой, но в то же время она как-то вот так вот, легко и просто. Это даже не прогибание, даже не знаю, как это назвать, это свойство характера. Какая-то такая гибкость, такая текучесть, такая, как бы, человек, такая, как бы, субстанция, что очень легко и просто, вот, это даже не нахождение языка с каждым человеком. Нахождение языка это может быть просто, но, не знаю, то есть, как бы, легко ведь вообще, как бы, стать беспринципным, настолько со всеми, как бы, поддакивать и подглаживаться, что ты становишься, как бы, беспринципным человеком, да. Но где эта золотая середина, как бы, гибкость и неконфликтность, неконфликтность. Вы знаете, у нас вот эти все наши русскоговорящие, я не говорю про, я не говорю про русских людей, я говорю про русскоговорящих. Русскоговорящие наши люди, они очень-очень-очень-очень негибкие. Все наши русскоговорящие, особенно женщины погибче Мужчины это просто, это просто, я не знаю Ну, такие вот, чурбаны железные Они всегда с каким-то вот таким вот, с ноткой агрессии Агрессии разговаривают всегда с людьми Но женщины погибче, погибче, помягче и так далее А, конечно, вот это наши русскоговорящие, это просто трындец Даже не обязательно русские, они могут быть любыми русскоговорящими Ну, как бы иногда вот я встречаю, что такие вот, знаете, из Таджикистана, Узбекистана Им будут немножко помягче, ну, тоже вот так, говорят, лепят правду матку, да, в лицо Но это вот, это не, как бы сказать, я не за это выступаю, нет Да, и это, как бы, своя грубость, а не непонимание других людей Грубость, они прикрывают тем, что вот, да, я честный человек Нет, я сейчас вот не про это говорю Значит, я, как бы, вроде тоже, как бы, человек гибкий с другими-то Я, как бы, я, как бы, их понимаю Я, как бы, их понимаю, вот эти вот их испытания жизненные И, как бы, я им сочувствую И поэтому, но вот даже Как бы, не хочется совсем-то растворяться уж в людях Не хочется, хочется и свою, как бы, отстоять точку зрения Где-то грань, где-то грань, когда ты отставишь свою точку зрения Но при этом уже Если ты отставишь свою точку зрения, то это, как бы, уже может быть очень грубо А с другой стороны, если ты не отставишь с точку зрения, совсем уже сливаешься с другим человеком То все, ты просто начинаешь всем поддакивать, да? Ну, короче, вот, не знаю, сумбурно я высказалась Где-то, где тут золотой баланс, где-то золотая середина Что ты, как бы, со всеми, вроде как, в мире и в гармонии, в балансе Но при этом все-таки еще и свою точку зрения не теряешь Ой, ну, у меня, вот, получается, если я заступаюсь от Саджарита У меня получается такое Если, как бы, очень гибко, то получается, что сожрут Сожрут, понимаете? То есть, получается, не надо быть слишком мягким Сожрут и выплюнут Не надо быть слишком жестким Перемолят, перемалывают, да, таких Как бы, будь где-то посередине Но приходится заступаться Приходится заступаться и Отстаивать, отстаивать его интересы Вот таким я сейчас передрягаю Я отстаиваю его интересы Я даже выступаю уже не как фостер-мама Я уже выступаю как, знаете, как адвокат Я уже, как бы, с позиции медсестры Я как адвокат выступаю С таким столкнулась вообще моментами Что это просто у меня волосы дым встают С абсолютным беспределом Если я, как бы, не подниму свой голос Это просто Ну, поднимаю, как могу Поднимаю, как могу голос Ну, вы знаете Может быть, это для другого видео уже Я просто думаю Ну, ладно Я делаю, что могу и будь что будет Понимаете, я делаю, что могу, ну, будь что будет Потому что Тоже упираться совсем уж прямо рогом И Ну, как бы, я-то знаю его таланты Я-то знаю его способности Я-то знаю, что он неординарный ребенок И во многом на порядок выше других Я знаю, что он все равно, как бы, ну Его можно вытащить из любой ямы Потому что есть дети, например Они такие вот, как бы, и слабые, и вялые И когнитивные функции у них там совсем никакие И талантов-то никаких нет Они просто тихие и спокойные Вот они просто тихие Они не... У них нет харизмы вообще Они удобные Вот что я хочу сказать Вот есть дети удобные Они могут тупые-тупые У меня такие дети приходят вообще Вот Двух слов сказать не могут Вообще такие вот Вялые, инертные у них силы ни на что нет Они сядутся на стул Они могут через пять минут засыпать Вот таких у меня очень много детей, да И, как бы, ничего, смотрю В нормальных классах учатся Никто к ним не пристает Они там туго соображают Они туго это Вот, думаешь, неужели Он в первом классе, в втором там Я бы и пяти лет не дала, да Тут пять киндергана Потом уже первый, второй идут классы Вот Но к ним никто не пристает К ним никто не пристает Вот так Потому что у них там Они вот такие вот Они удобные Здесь вопрос Удобный ли ты человек Не знаю, у меня такие мысли Столько у меня мыслей на этот счет Не знаю, понимаете ли, о чем я говорю Ты можешь быть удобным Но становишься совершенно беспринципным Ладно, это я такое просто Таким размышлением слух Просто мое размышление Ну ладно, если ситуация рассосется Я вам расскажу все Но попозже Ну все, пока-пока